Его народ. Послание апостола Павла к Титу. 2 глава, с 9 по 15 стих. 2 глава, с 9 по 15 стих. Мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Размышления, часть первая. Послушание Господину. Послание апостола Павла к Титу. 2 глава, с 9 по 10 стих. Павел поручает Титу, и его он считает своим духовным сыном и помощником, учить христиан, оставшихся рабами после обращения, продолжать верно служить своим господам. Апостол просит, чтобы Тит увещевал рабов повиноваться своим господам, не злословить их, не расхищать их имущество. Ведь каждый христианин, независимо от того, кто он, господин или раб, должен прославлять Иисуса Христа, который, будучи Господом и Творцом всего, отдал свою жизнь, дабы избавить всех от рабства греха и смерти. Христиане должны своей жизнью являть всем эту истину во Христе, нашем Господе и Спасителе. Как вы относитесь к тем, кто стоит над вами? Как вы почитаете Христа перед их лицом? Павел говорит, что в Божьей благодати спасение для всех людей. Мы, увервавшие во Христа, приняли Божью благодать, которая учит нас отвергнуть мирские похоти и целомудренно, праведно и благочестиво жить, ожидая блаженного упования и пришествия Иисуса Христа. «Предав себя за нас и взяв на себя наши грехи, он принес совершенную жертву и заплатил за нас, избавил от всякого беззакония и очистил себе народ, ревностный к добрым делам». Павел увещевает Тита учить этой истине, и мы, как Тит, должны наставлять, ободрять и обличать друг друга. Помните, что мы, народ, который Христос искупил своей кровью, избавив нас от зла и по благодати дав желание творить добрые дела. Насколько вы ревностны к добрым делам? Молитва Небесный Отец, спасибо, что Ты призвал меня и сделал частью своего народа, созданного Тобой на добрые дела. Пусть Твоя радость и дальше дает мне силу делать то, к чему Ты меня призвал. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова